Здоровья, друзья! С вами Алексей Маматов, и я рад приветствовать вас на канале Школы Долголетия, которая помогла омолодиться, обрести лёгкость движения и изменить жизнь уже больше, чем... Правда? Миллиону человек? Вот, миллиону человек. Сегодня я расскажу вам о действительно эффективном способе избавления от запора, чтобы, наконец, сходить в туалет, облегчить кишечничек и начать радоваться жизни. Смотрите видео до конца. Давайте сразу отметим, что приём слабительных средств не возбраняется, однако с ними нужно быть крайне осторожными. Они запускают процесс дефекации не особенно аккуратно и могут размыть вам всю микрофлору кишечника, который после них ленится, моторика ещё больше ухудшается, и наш животик совсем не хочет работать самостоятельно. Ещё более аккуратно нужно относиться к клизмам. А ещё лучше вообще никак к ним не относиться. Клизмы вызывают привыкание, словно запрещённые вещества. Смывают абсолютно всю микрофлору кишечника и портят его работу полностью. Забудьте о клизмах. Также не стоит практиковать выпивание солёной воды натощак. Некоторые после этого ещё делают несколько незамысловатых упражнений, и их якобы сразу облегчает. Этот метод избавления от запоров в последнее время почему-то стал популярен, но у него целый список противопоказаний. Не рискуйте. А вообще проблем с запорами не бывает у тех, кто следит за тем, что он кушает, когда кушает и почему. Ведь если работает обмен веществ, метаболизм, то работает и кишечник. Наладить всё это может быть очень сложно. Однако эту задачу вы можете упростить прямо сейчас. Переходите по ссылочке в описании и записывайтесь на мой бесплатный трёхдневный онлайн практикум «Метаболизм. Перезагрузка». Избавимся вместе с вами от всех основных проблем кишечника и забудем о запорах. А к чему я в самом начале видео сказал о радости жизни, как вы думаете? Дело в том, что 90% нашего серотонина, гормона счастья, вырабатывается с помощью микрофлоры кишечника. И из-за проблем с дефекацией, будь то запор или диарея, у человека даже может начать развиваться депрессия. Да-да, я не шучу. И сейчас я покажу вам максимально простой и максимально действенный способ сходить в туалет по-большому и начать получать такой приятный и важный серотонин. Нужно-то всего лишь положить ладошки на живот, на его центр и хорошенечко согнуться. Постойте так какое-то время, медленно разогнитесь и идите в туалет. В одном из своих видео я рассказывал о том, как какать правильно. Да-да, друзья, в этом деле тоже можно ошибиться, как бы нелепо это ни звучало. Видео можно посмотреть по подсказке в верхнем углу. Проверьте, вдруг запоры у вас от того, что вы основной процесс производите неверно? А как обычно вы избавляетесь от запоров? Пишите в комментариях, я читаю каждый. Не закрывайте глаза на запоры и не ждите, что они пройдут сами. Просто помогите своему кишечнику за минуту. Если мои советы помогли вам, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал, чтобы ни одно полезное видео не осталось вами незамеченным. С вами был доктор, а для многих теперь уже антидоктор, Алексей Маматов из школы долголетия. Крепкого сибирского здоровья вам, друзья, и вашим близким. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!